Программа лояльности «Сбер.Спасибо» обновилась. Платите любой картой Сбера и получаете в два раза больше бонусов, чем раньше. Каждый месяц выбирайте до пяти топовых категорий с кэшбэком до 10%. Супермаркеты, АЗС, кафе, рестораны и другие. И даже категория на всё. Переводите деньги бесплатно в Сбер из других банков и получайте кэшбэк до 70% у партнёров. Выгоднее с подпиской Сберпрайм. Огромное супергеройское спасибо Бустеру. Вы смотрите последние выпуски нашего шоу новеньких кино. Чак рекомендует в нашем сообществе ВК-видео. Кажется, киновселенная DC в жопе. Лиге справедливости нужен новый участник. Он вернулся. Вновь встречайте Платимена. Нет опыта в инвестициях? Не знаете, с чего начать на бирже? Хотите получать инвестиции от профессионалов? Стоять! У Платимена есть кое-что покруче. Откройте вклад и брокерский счёт в Сберре и стартуйте на фондовом рынке на супервыгодных условиях. Так, а что это ещё за выгодные условия? Для этого нужно открыть вклад линейки лучший процент со ставкой до 18% и свой первый брокерский счёт в Сберре. А дальше нужно купить ценных бумаг на сумму от 10 тысяч рублей и поучаствовать в акции. Вот и всё. За это вам начислят три акции Сбера. Даже Платимен в шоке. Но я в этом ничего не понимаю. Что же мне делать? Прочее простого. Платимен пользуется приложением Сберинвестиций. Внутри есть понятный и простой учебник, готовые инвестидеи и целые подборки ценных бумаг от аналитиков. Просто выбери то, что тебе понравится и начинай инвестировать. Переходи по ссылке в описании, открывай вклад лучший процент и первый брокерский счёт, скачивай Сберинвестиции и получай бонусные акции Сбера в подарок, пока акция ещё работает. Уже скачиваю. Платимен, спасибо за помощь. Приветствую. Ну что, готовы вновь окунуться с головой в DC? Прекрасно. Нам ещё многое предстоит отрепарировать. С 2018 года для киновселенной DC наступают новые времена. Warner Bros. официально попрощалась с Заком Снайдером, который до этого вместе с командой развивал собственную версию киновселенной. Студия начала поиск новых идей и новых направлений. Дело это было очень долгое, трудное и хлопное. Уверен, будет интересно узнать, что ж там тогда происходило. Так что не будем затягивать и продолжим нашу гиковскую экспертизу. Но если вы пропустили первую часть нашего рассказа, ищите её где-то неподалёку. Заранее предупреждаю о спойлерах ко всему, что мы сегодня будем разбирать. Приятного просмотра и поплясали. Аквамен Первая попытка запустить производство сольного фильма про Атланта была предпринята Warner Bros. еще в 2004 году. Однако ничего тогда не вышло. Затем его хотели реализовать в 2007. Но и тот проект был отменён. Основательно за фильм взялись в 2015, когда уже точно знали о будущих планах большой киновселенной. В режиссёрское кресло усадили нашего старого знакомого Джеймса Вана, известного по Пеле, Астралу и внезапно по Форсажу 7. Ван нечасто снимал что-то помимо хорроров. И Аквамен был лишь вторым экшн-блокбастером в его карьере. Помню в 2018-м я хвалил Аквамена и говорил, что это вполне милое забавное приключение. Самый раз под Рождество и Новый год. Сейчас, после того, как мы узнали всю подноготную хронологию киновселенной, можно заметить, насколько сильно фильм отличается от того, что в своё время задумывал Зак Снайдер. И, к сожалению, не могу сказать, что это идёт картине в плюс. Здесь совершенно другая Атлантида, другие костюмы, видны изменения в мелочах, как, например, цвет глаз Артура, который сменился с голубого на карий. И при просмотре с каждой секундой прям чувствую, что отбылой киновселенной DC скоро не останется ни следа. С самого начала фильм предстаёт, как такая диснеевская сказочка с предысторией о двухлюблённых из, по сути, разных миров. Одна царица Атлантиды, другой обычный смотритель маяка. Они любят друг друга, цветочки, бабочки и солнышко, не хватает только весёленького музыкального номера в придачу. И всё какое-то слишком приторное, пластмассовое и неестественное. Привкус синтетики во рту остаётся на протяжении практически всего фильма. Вот смотришь на это мягкое одеяние Николь Кидман и сразу ловишь вайбы киношки категории «Б». Да и вообще, просто посмотрите на это хромакейное безобразие. И всё это в большушем бюджете в 160 миллионов долларов и с Джеймсом Ваном в режиссёрах. В целом мне в принципе не нравится художественная составляющая этого фильма. Мне не нравится, как здесь показали подводные миры. Это какая-то безумная и вычурная стилистическая солянка из античности и футуризма с неонами, куда запихали сверхтехнологичные космические корабли и нелепые монструозные сооружения. Причём сама попытка сделать такой яркий сай-фай со своими особенными технологиями необычным обустройством сама по себе похвальная. Но на выходе получился какой-то парад кислотной бескусицы, от которой глаза покрываются мыльными пузырями. Костюмы — это отдельная хринжатура, которая местами открыто топчется на территории пау-рэйнджеров. Смотреть на ту убожество, что носит чёрная манта, например, без слёз просто невозможно. Посмотрите на ту же Меру в исполнении ныне всеми любимой и почитаемой Эмбер Хёрд. Сравните её из версии из Лиги Справедливости, и перед вами будет совершенно два разных человека. У Меры теперь на голове этот странный ворвиглазный парень, который, видимо, втихую стащили с Дашей Букиной. А новый костюм, конечно же, тоже ужас. И полфильма ты просто недоумеваешь со всех этих вещей, и не понимаешь, почему так получилось. Ведь вроде бы у нас уже была достойная художественная и идейная база для развития. А, точно, мы же тут говорим о Warner Brothers, главных хейтерах Зака Снайдера, ну как могло быть иначе? И да, во время фильма нам показывают, как Артур и Мера срутся, потихоньку притираются друг к другу. И, чёрт, как же их роман ужасен. Химия между Мамуа и Хёрд не просто нулевая, она минусовая. Даже сам Джеймс Ван потом это признал. Сюжет в фильме довольно условный. Твой брат обезумел, тебе нужно стать царём, пойди туда, принеси это. И спасибо за лизанный Уильям Дефо, я пошёл. Забавно, что Артуру как будто бы плевать на своё собственное приключение. Вопросы вызывает главный конфликт. Его злодей-брат в исполнении Патрика Уилсона вываливает на землю кучу отходов, говоря, что люди загрязняют океан и что с этим нам надо что-то делать. Но, как говорится, а в чём он не прав? Все называют этого парня безумцем. Но логика его действий как раз полностью понятна и оправдываем. И вот в конце Рыбомен побеждает своего братика, становится королём, и по итогу остаётся одна мелочь. Проблема с загрязнением океана. Она абсолютно никак не решилась. Может, я что-то проглядел, но, по-моему, этот вопрос в фильме больше вообще не обговаривается. Просто два чувака подрались, хороший посадил плохого, и всё. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Ты не понимаешь, какой вообще мысли кино пытается тебя подвести. И вот вроде Артур Карри наконец-то стал царём. Он весь из себя такой молодец. Но что-то как-то не похоже, что он в принципе этого хотел. История здесь просто ничто, с начинкой из пустоты и под соусом, из ничего. Пожалуй, единственное, что мне зашло в этом фильме, это драки. Драйвовые, стильные, с обильным использованием широкоугольного объектива. Мы видим всё пространство в объёме и следим за происходящим, как в экшёновой видеоигре. Иногда это, правда, слишком похоже на видеоигру, что не идёт фильму на пользу. В общем, мочила в фильме добротная и эффектная. Но жаль, что вплетено оно в довольно дурацкий пластиковый блокбастер, переполненный всратым китчем и разными нелогичными вещами. Аквамен настолько пёстрый и пластилиновый, что не поймёшь, когда в кадре хромакея, когда реальные декорации. Были ли они там вообще? Ещё как были! И как обычно, разобраться в этом нам поможет куда угодно. В этой рубрике мы совместно с АВСС рассказываем, как выгодно добраться до тех или иных мест из фильмов. Собственно, когда Аквамен уходит за горизонты Атлантиды, он попадает в реальные локации. Вот тут, например, одна из сицилийских деревень, а пустыни снимали в настоящих марокканских дюнах. Каково было моё удивление, когда я узнал, что в Марокко есть прямые рейсы из Москвы. Визы туда не нужны, а стоит это дело от 30 тысяч без пересадок. И как всегда, найти билеты проще простого. Достаточно зайти на авиасейлс и вуаля! Лучшие сегменты фильма, как ни странно, это те, что происходят вне подводного мира, а именно в пустыне и в Сицилии. Беготня на суше весёлая и непринуждённая, и фильм не обязывает тебя загружаться всеми этими межцарственными распрями. Кстати, небольшой автоп. В Аквамене у меня есть свой момент с эффектом Манделлы. Когда Аквамен с мэрой пришли в храм, в котором хранится карта, показывающая местонахождение матери Артура, героям нужно капнуть на специальный механизм влагой. И у меня было стойкое ощущение, что Артур нассал на него. Хотя на деле он только об этом шутит, не более. Интересно, мне одному это показалось? И удивительно, что именно эта хрень мне запомнилась после просмотра данного фильма 6 лет назад. В целом, в нём нет практически ничего запоминающегося. И это очень потешно, потому что кино пытается презентовать себя, как чуть ли не древнегреческий миф, а на деле выходит бестолковая и простая, как три копейки ерунда. Это история о мужике, который не верил в себя, постоянно сетовал на то, что он плох в воде, но при этом он хорош на суше, но разумеется, в конце он поверит в себя, обретёт могущество и т.д. и т.п. Это могло бы быть хоть и бесхитростная, но работающая арка протагониста. Но нет! Всё развитие героя заключается лишь в том, что Артур взял волшебный трезубец и надел крутой костюм, который сделал его непобедимым. Собственно говоря, вот и всё. Мне было довольно грустно смотреть этот фильм. Меня всё время не покидало чувство, что передо мной дико безвкусная, максимально проходная вещь, которая одним своим существованием подчистую уничтожает ранее заложенный фундамент героя и внутреннего лора. Чрезвычайно условный сюжет, отсутствие логики, неразрешённый конфликт, блеклые персонажи, скучные семейные перипетии, уродливые дизайны, дешманская рекламная картинка. Эмбер, блин, хёрт, в конце концов. Всё это напрягает и заставляет тебя сидеть с кислой миной. Хотя, конечно, порой проблёскивает свои прикольные и увлекательные моменты. Джейсон Мамуа по-прежнему доминирует за счёт килотон харизм. Также здесь есть пару-тройку хороших шуток и весёлых экшен-эпизодов. Ну и как бы на этом всё. Аквамен, по моему мнению, заслуживает мэйби и не больше. И, наверное, зрителям такого лайтового развлекалого было достаточно, ведь они принесли в общую копилку фильма более одного миллиарда долларов. Аквамен так и остался самым прибыльным фильмом киновселенной DC. Делаем выводы, господа и дамы. Следующий тайтл в хронологии вселенной представлял собой что-то совершенно не похожее ни на что выходившее ранее. Это и было хорошо и плохо одновременно. Шазам Очередной проект, который задевался давным-давно. Сольник про героя задумали ещё в 2000 году. Тогда фильм, кстати, должен был называться «Капитан Марвел» по изначальному имени Шазама. И лишь в 2008 был подготовлен сценарий. Переговоры по поводу роли главного злодея «Чёрного Адама» тогда вёл Дуэйн Джонсон. Будущий строитель новой иерархии DC. Проект долго висел в подвешенном состоянии. Только после запуска киновселенной в 2014-м Warner Bros. официально объявили, что Шазам находится в разработке. В 2017 году ставить фильм назначают инди-режиссёр из Швеции Дэвида Сандберга, который до этого специализировался исключительно на хуррорах. Сандбергу в то же время предлагали снять «Венома», но он в конечном итоге сделал выбор в пользу конкурентов. Первоначально «Шазам» казался мне очень плохой идеей. Мне не нравилась сама перспектива того, что мы уйдём с тропы более-менее серьёзных картин и погрузимся в чисто семейное комедийное свистопердилово, где развитие киновселенной задвигается на шестой план. Однако, когда смотришь сам фильм, отношение к нему постепенно меняется. Его можно воспринимать как нечто отдельное, слабо связанное с остальной киновселенной. Хотя здесь постоянно ссылаются на Лигу Справедливости, вовсю продают игрушки в виде них, и даже Супермен без головы Генри Кавилла в конце появляется, но всё это в принципе можно игнорировать, ничего особо не поменяется. Да и вообще, друзья, мы прошли с вами точку невозврата. Отныне все перспективы единой, связной и продуманной киновселенной похоронены. Тут может происходить абсолютно любое безумие. И если бы «Шазам» вышел ужасной, неперевариваемой штуковиной, общая картина была бы трагичной. Но благо, во всяком случае, пока что, всё не так плачевно, ведь это вполне себе неплохое кино. Давид Сандберг вложил фильм в душу и вместе с командой смог придать ему флёр классического семейного приключения. Даже начинается фильм соответствующий. Главный герой, парень-сирота Билли, попадает в приёмную семью, где встречает своих новых родителей и братьев с сёстрами. Ребята, кстати, довольно колоритные и обаятельные. Парень не оставляет надежду когда-нибудь найти свою родную маму и в какой-то момент отправляется на её поиски. А, но ещё по пути он, получая суперспособности, теперь может превращаться в раскачанного мужика. Сам факт того, что перед нами супергеройский фильм с центральными героями «Детьми», на самом деле, очень примечательный. Это действительно что-то необычное и освежающее, особенно для фильмов DC. Хотя то, как Билли стал «Шазамом», заставило меня чесать голову в недоумении. Мне показалось дико странной эта мега-условная сцена с обрядом инициации, в которой карикатурный чернокожий старец сидит всё время в каких-то древних потёмках, зазывает детишек, они его разочаровывают, он всех выгоняет. Очень странно. И наш главный паренёк, который вообще сбоку припёку, неожиданно становится избранным и получает невероятные силы. Но опять же, если принять эти самые условности, действия выглядят весёлым и по-хорошему абсурдным. То же самое можно сказать и о самом «Шазаме». Поначалу мне не нравился кривляющийся Закари Ливай в своём смехотворном спандексовом костюме. Напоминает какого-то плюшевого спорту кососа Алиэкспресса. Но со временем потихоньку начинаешь проникаться образом и даже периодически ловишь с него лузы. Ливай хоть местами и переигрывает, но в целом очень хорошо придуривается 15-летним подросткам, застрявшим в теле взрослого. Конечно же, первым делом начинает заниматься тем, что на его месте сделал бы почти любой тинейджер. Идёт в магазин за пивом, ну купает кучу джанк-фуда, посещает стрип-клубы и всё в таком духе. Ну и город немножко поспасать не забывают, пользуясь бессмертием и сверхсилой. Всё происходящее превращается в такую обаятельную зарубежную серию Яралаша за 100 миллионов долларов. Но на этом всё не останавливается. Шазам — это в целом приятная история о самообучении, взрослении и осознании собственной силы, которая внезапно свалилась с неба. Мне понравился доктор Сивана в исполнении Марка Стронга. То, что ему прописали травму с родителями, которые дополняют основную тему истории, делает его более глубоким и любопытным персонаж. Плюс харизма Стронга даёт о себе знать. Мужик мега хорош! Также в фильме заложена неплохая мысль, которая разрывает шаблоны того же Зака Снайдера. Она гласит о том, что далеко не все матери святые. Билли наконец-то встречает свою биологическую маму, узнаёт правду о том, почему она его бросила, и отдаёт ей свой компас, говоря, что он ей нужнее. Это трогательная и проникновенная сцена, которая помогает лучше узнать и понять главного героя. Впоследствии Билли осознаёт, что настоящая семья определяется не кровью. Он сплочается со своими приёмными братьями и сёстрами, и те тоже превращаются в супергероев. И да, когда на экране появляется куча шазамов, ты немножечко так остаёшься обескуражен. Получается, что Билли больше такой не один, и у них теперь целое семейство перекачанных мужиков и женщин за 30. Сначала это вгоняет ступор, но потом ты вспоминаешь, да блин, я же смотрю, долбанный голливудский яролаж. Почему, собственно, и да? Это дурашливо, глуповато, но чертовски обаятельно. Шазам не стесняется своей сущности и при этом не лишён души. Конечно, с этим фильмом DC ушли в совершенно другое направление, максимально далёко от всего, что выходило раньше. И я бы не сказал, что киновселенная это прям шло в плюс, но это кино можно оценивать как совершенно обособленный проект. И в таком случае на руках остаётся милая и интересная комедия, которую вполне можно выписать свою ЕС. В прокате фильм собрал около 368 миллионов долларов, что для бюджетов 100 миллионов очень даже солидно. Но недолго музыка играла, ведь в 2020 году вышел фильм, который запустил долгую цепочку провалов. Хищная птица. Потрясающая история Харли Куинн. Ещё перед выходом отряда самоубийц Уорнеры анонсировали спин-офф о Харли Куинн и нескольких других героев и злодеев DC. Маргу Робби вернулась к роли Харли Куинн. И на этот раз также выступила продюсером фильма. Она отмечала, что Хищные птицы будут со значительно меньшим бюджетом, чем обычные супергеройские фильмы. На этапе разработки из повествования выписали Барбару Гордон, то бишь Бэтгёрл, так как ей решили выделить отдельный фильм. Хе-хе-хе, да. Снимала Хищных птиц Кэти Ян. Инди-режиссёрка, до этого отметившаяся только одной полнометражной драмеди. И Хищные птицы 18+. И изначальное название фильма в оригинале Хищные птицы. И фантастическая эмансипация одной Харли Куинн. Затем, видимо, чтобы спасти фильм в прокате, Уорнера переименовали его в Харли Куинн Хищные птицы. На многих интернет-источниках кино называют просто Хищные птицы. Просто, чтобы никого не мучить. Короче говоря, была та ещё путаница. И, собственно, от Хищных птиц у меня осталось ощущение какого-то обрубка, утешительного приза вместо нормального развития злодейской ветви киновселенной DC. Ведь ранее нам столько всего обещали. Отдельный сольник про Джокера и полноценный сольник про Харли Куинн и мощный женский злодейский капустник и фильм про Бэтгёрл. А получили мы, чёрте, что из боку бантик. Какие-то ошмётки оригинальных идей, плохо соединяющихся между собой. Все это чехарда с названием лучше всего отражает проблемы этого фильма. Да, кино изо всех сил пытается быть сольником Харли Куинн. Создатели на это напирают, да и сама Марга Робби очевиднейший хайлайт. Чуть ли не единственная причина, по которой большинство людей стали смотреть этот фильм. Но проблема в том, что по ходу действия ты понимаешь, что Харли критически не хватает мощи, чтобы тащить на себе свой сольный фильм. Вроде бы положение должны спасти хищные пташки, но они сами по себе невероятно скучные и пенопластовые. Сам фильм большую часть времени выглядит очень дёшево и невпечатляюще. Ни удачного юмора, ни головокружительного экшона, ни замысловатого интересного сюжета в киношке нет. Так что тут тогда ловить? Да пёс его знает. Вся история держится на карикатурно нелепых тропах с абсолютным злом в виде мужчин. Здесь нет ни одного положительного героя мужского пола и угнетёнными, но бойкими женщинами, вершащими правосудие. Во главе этого фэм-нарратива должна встать опять же Харли Куин. И беда здесь в том, что местные Харли это совершенно не Харли. Всё начинается с того, что Джокер где-то за кадром бросает нашу чудачку. Да, вот как-то вот недолго для нас длился их роман. И вроде бы всё вело к тому, чтобы показать интересную историю об эмансипации неординарной личности. Но увы, на экране предстаёт не эксцентричная сумасбродная негодяйка, а обычная шаблонная девушка, которая болезненно переживает расставание. Она бухает, заедает своё горе мороженым, смотрит сериалы, состригает волосы и так далее. То есть мы видим не Харли Куин, мы видим ходячую карикатуру, далёкую от исконного образа. Чуть ли не косплеершу. И так на протяжении большей части фильма. Ты понимаешь, что эта лента не имеет ничего общего с тем лором, который хода бедно пытались выстроить в киновселенной ранее. И самое главное, Харли Куин тут как будто бы и не нужна. Нам представляют её как протагонистку, которая должна пройти свой собственный уникальный путь. Но есть одна огромная проблема. Самой Харли абсолютно насрать на всё происходящее. Ей быстро становится неинтересно расставание с Жакей. Ей насрать на все эти злоключения с бриллиантами, на чёрную маску, и она попадает в водоворот событий, просто чтобы попасть. И как будто бы вся драматургия в её линии завязана на том, что она не может съесть свой вкусный сэндвич. И всё. Хищные птицы это просто болванчики, которые припорошили щепоточкой сильной независимости. И за главной героинь всё в истории кажется ненатуральным. О Канарейке мы знаем лишь то, что у неё были проблемы с родителями, что она умеет громко петь, и она сильная и независима. Женщина Коп Рене вся такая крутая, невозмутимая, ну, по рассказам других персонажей. У неё прикольная футболка и опять же она сильно независима. Ну и охотница в исполнении Мэри Элизабет Уинстон. Она просто проходила весь фильм с постным выражением лица и вообще ничего не сделала. Нам преподносят флэшбэки с её предысторией, которые призваны вызвать сочувствие героине, но подано это так рвано, поспешно и коряво, что тебе на неё абсолютно пофигу. Просто поражает, насколько блеклыми получились эти дамочки. Мне кажется, проблема заключается в том, что нам постоянно проговаривают что-то о них вслух. Например, Рене постоянно хаят мужики за то, что она такая жесткая и всё время идёт против правил. Но мы вообще ничего этого не видим и не понимаем причин, по которым о ней так отзываются. Ничего кроме футболки, сигнализирующая о том, что у неё есть яйца. Визуально нам не говорит о её смелости и стойкости. У канарейки есть тёмное прошлое. Нам постоянно твердят, что она сильна духом. У неё крутая мать и так далее, и так далее. И нам опять всё это проговаривают вслух. Героини абсолютные пустышки. В какой-то момент они начинают тебя раздражать и кажется, что фильм просто тратит твоё время. При всё динамичности и бодрости действия тебя не покидают ощущения рваности событий. Да тот же танец Харли в образе Мэрилин Монро. Вот к чему здесь это? Харли просто дают по лицу и внезапно этот кусок. И вот из таких путающих вставочек и зарисовок соткан почти весь фильм. В отдельности неплохо, а вместе какая-то каша с комочками. И мне очень жаль, как здесь просрали потенциал Юэна Макгрегора. Чёрная маска здесь какой-то эпатажный идиот, который делает странные вещи просто, чтобы делать странные вещи. Очередной неловкий карикатурный болванчик, но это просто не серьёзно. Кстати, все потенциально жестокие кровавые сцены с ним порезали и зацензурили. Даже Харли здесь стреляет из дробевика блёстками и хлопушками. Эффектненько, конечно, но зачем фильму вбивали рейтинг R решительно непонятно. И как я уже говорил, все мужские персонажи в хищных птицах полные мудаки. Даже милый старичок, хозяин квартиры Харли, и тот её предаёт. Все наши героини объединяются друг с другом только в третьем акте. И, собственно, сразу начинают хреначиться с бандитами Романа Сиониса. И, разумеется, это всё не работает. Ты не видишь в них полноценной команды. Хищные птицы становятся хищными птицами почти в самом конце. И каким-то образом, при помощи двух палок и биты, они умудряются дать отпор здоровым, вооружённым до зубов мужикам. Хотя, почему-то внутри здания они не вооружены. Так, блин, удобно. Но, тем не менее, это выглядит попросту смешно. Лёгкое, а порой нелёгкое чувство нелогкости за всё происходящее преследует тебя на протяжении всех ста минут вплоть до финальных титров. Да, здесь имеется классная экшн-сцена в полицейском участке. Прикольный мошен-дизайн и некоторые интересные и броские визуальные решения. Но, ей-богу, не пытайтесь искать здесь что-либо ещё. Замучитесь. Это откровенно слабая картина, которой элементарно нечего нам предложить. Я говорю ей НО. Массовые зрители в своё время почуял подвох и не отдал свои громные за просмотр сего чуда. Так ещё и пандемия ковида буквально через пару недель после премьеры нанесла свой сокрушительный удар. В итоге, картина собрала в прокате лишь 205 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. С рейтингом Air Warner явно маленько поторопились. Даже наличие Марго Робби положение не спасло. Сплошная печаль-беда. Оставалось надеяться на сиквел одного из самых кассовых фильмов киновселенной. Чудо-женщина 1984 О продолжении Чудо-женщины объявили сразу после успешного проката первого фильма. Пэти Дженкинс вернулась в режиссёрское кресло. Весной 2018 о своём участии в проекте внезапно заявляет Зак Снайдер. Он вместе с женой Деборой в итоге спродюсировали фильм. И сиквел Wonder Woman это очень странное зрелище. Создаётся впечатление, что он делался в попыхах в каком-то хаосе, а Пэти Дженкинс самолично смонтировала его у себя дома. Потому что иначе я не могу объяснить, почему он такой перегруженный, необрезанный, непонятный. В целом идея переместить Диану в 80-е мне нравится. Тем самым создатели сделали сиквел сильно контрастирующий по настроению с первой частью, что довольно интересно. Показать эту яркую, в чём-то легкомысленную эпоху, тем самым сделав упор на более лайтовое кино, это само по себе неплохо. Но как мне кажется, создатели с этим мальца перегнули. Пэти Дженкинс очень сильно перегрузила свой фильм. Проблемы начинаются уже с пролога. Нам показывают маленькую Диану, которая участвует в соревнованиях на фильме с Кирией, соревнуется с большими тётями, а затем мухлюет. Но разумеется, её останавливают в последний момент, отчитывают и... всё. Зачем это здесь вообще? Это длиннющий пролог длиною в 10 минут. И он вроде бы должен был намекнуть нам на центральную идею фильма. О том, что ничего не достаётся слишком просто. Но как будто эту мысль можно было бы подать более изящно и проще. И вот таких раздутых сцен в картине довольно много. То, что мы ушли в более радужный и наимный тон, с одной стороны, даже неплохо. Фильм ощущается как нечто, пришедшее с 80-х. И дело тут не только в сеттинге. Персонажи тут характерные карикатуры. Макс Лорд в исполнении Пайдро Паскаля, зажиточный нефтяник костюмчики с белоснежной улыбкой, Барбара Минерва, который играет Кристин Уик, неуклюжая дурнушка к концу перевоплощающаяся во властную стерву. Эти ребята прям источают из себя вайбы той эпохи. И всё это в рамках сюжета про камень, который исполняет желание. Согласитесь, создаётся впечатление, будто супергеройское кино на такую тему могло бы выйти лет эдак 40 назад. И очевидно, в этом заключалась особая идея создателя. Но, к сожалению, исполнение в итоге сильно подкачало. С героями нас знакомят невыносимо долго и кринжово. Диана и Барбара стоят друг напротив друга, сидят друг напротив друга, болтают, и всё это на протяжении 15 минут. Героиня Кристин Уик говорит, что она всего лишь серая мышка и хочет наладить жизнь к лучшему и быть такой же крутой, как Диана. И всё это приправляется пачкой странных шуточек, а по ощущениям это длится лет 300. Опять же, я не против того, что кино ушло в комедийную стезю. Кристин Уик талантливейшая комедианка. Педро Паскаль пластичен и отлично отыгрывает то, что от него требуется. И даже вернувшийся Крис Пайн способен вызвать улыбку. Проблема в том, что Галь Гадот напротив совсем не может в комедийный жанр. Чувствуется, что ей супер некомфортно в этой цитадели рофлов и чудачества. Если в первой части комизм строился вокруг того, что Диана наивно является некой аутсайдершей, которая учится познавать непонятный ей мир, то здесь часто кажется, будто и буквально нет места в собственном фильме. Все-таки одного обаяния и эффектности Галли в данном случае не хватает для того, чтобы тащить роль. Поэтому все внимание у нас опять же на втором плане. И черт, как же тут великолепен Педро Паскаль. Он главный алмаз этого фильма. Сумосбродный, харизматичный плут, который находится на грани банкротства и страстно желает превратиться в Джина, чтобы разбогатеть и примириться со своим сыном. У Макса Лорда действительно интересная идея на законченная арка, и это радует. То же самое можно сказать и про Стива Тревора, который очутился в 80-х благодаря желанию Дианы. Если в предыдущем фильме Диана оказывалась в незнакомой среде и Стив всему ее учил, то здесь Патти Дженкинс меняет их места. И теперь уже Диана наставляет горе попаданца в новом загадочном мире 80-х. Правда, пара моментов его линии меня сильно смущает до сих пор. Во-первых, тот факт, что для того, чтобы вернуться к жизни, Стив оказывается в теле какого-то рандомного мужика. Диана, хоть и только на время, с помощью камня желаний стирает личность этого бедняги и использует его тело для своих плотских утех. Это довольно стрёмно. Ну, а во-вторых, из-за смены жанра, из-за того, что Галь Гадот будто испытывает дискомфорт на съёмочной площадке, между Дианой и Стивом будто бы пропала была химия. Он возвращается из мёртвых, случается невероятное чудо, а Мисс Принц как-то особо на это не реагирует. Их отношения стали выглядеть как-то вымоченно и искусственно. Героиня Кристин Уик при всём уважении к актрисе часто вообще кажется лишней. Её линия превращения из дурнушки в босс-вумен занимает неприлично много хронометража, а её финальное перевоплощение в гепарду ну это просто цирк с конями, образ нелепый да одурия. Дайте ей вискоса, ей-богу! Кино просто задыхается от количества сюжетных ветвей и литмотивов. И многое явно стоило подрезать. Вот тот же крючок с Астерией, бывшей богиней войны, нужен был только для того, чтобы оправдать появление Дианы в крутых золотых доспехах в финале. Но и заодно нам показали камео Линда Картер, исполнительница роли Чудо-женщины с 70-х. Может это конечно был такой своеобразный тизер триквела? Ведь ходили слухи, что действие третьей части должно было происходить в наши дни и Чудо-женщина должна была взаимодействовать с Астерией. Но все мы знаем, какое будущее будет у этой вселенной. Если вернуться к картине, то хватает в сиквеле и самоповторах. Так, Диана и Стив после времени проведенного вместе снова драматично прощаются. Только если в первый раз это было безумно трогательно и пронзительно, то во второй раз фокус уже не удается. Чувствуется, что это выжимается насильно и ты этому попросту не веришь. Вторичность тут ощущается чуть ли не на каждом шагу, даже в саундтреке. Маэстро Ханс Циммер вернулся в киновселенную и выдал нам какой-то переваренный компот из уже знакомых музыкальных тем в перемешку с чистым циммеровским проходником. А в сцене полета Дианы играет восхитительная, но до ужаса заезженная и переюзанная композиция с авторством Джона Мерфи. Финалия во время речи Дианы. Циммер возвращается к теме, которая играла во время сцены смерти родителей Брюса в Бэтмене против Супермена. Тематически и по настроению она тут смотрится, конечно, уместно, но небольшой привкус халтуры все же остается. Но возвращаясь к истории, повторюсь еще раз, единственное, что остается здесь делать, это наблюдать за Педро Паскалем. С его героем можно было бы сделать отдельный фильм а-ля Брюс Семогущий про сумасшедшего Джина в костюмчике, исполняющего желания людей и устраивающего хаос по всему миру. Он бы прекрасно существовал в рамках чудаковатой комедии на часа полтора. И, по-моему, это большая проблема, когда в фильме про Чудо-женщину непосредственно сама Чудо-женщина оказывается наименее интересным персонажем. Финальная битва — это вообще смех и ужас. Сначала нас встречает короткая, ультра-всратая битва в полумраке с компьютерной гепардой. Фильму будто самому с нее стыдно, и поэтому ее показывают издалека и в полутьме. Затем Диана сталкивается с окончательно слетевшим с катушек Максом Лордом, который через спутниковое вещание решил исполнить желание абсолютно всех людей, тем самым устроив глобальную катастрофу. И тут Диана тихонечко усаживается у стены, начинает бормотать что-то о ценности жизни, о том, какой мир прекрасный, и это срабатывает. Все слушаются ее, в том числе и Макс Лорд, и они действительно, все отменяют свои желания. Все возвращается на круги своя, даже ядерные ракеты взрываются в воздухе на полпути. О-хо-хо, щепнут начать. Стоит сразу отметить, что сам концепт исполнения желаний к чертям рушит законы киновселенной. Все люди сходят с ума, планета на грани гибели, а потом хлопс, и все исчезнет просто по волшебству. Такое точно не могло пройти бесследно для мира. Но всем, включая Диану, в будущем на это плевать. Ну и сама пламенная речь Дианы это какой-то смехотворный, утопический нонсенс. Заставить миллионы людей внезапно отказаться от их желаний посредством какой-то мешанины из пафосных слов. Такого наивного бреда даже Дисней не мог себе позволить. То, что Диана убеждает Макса Лорда отказаться от желания, дабы спасти мир ради своего сына, это еще нормально. Но вот со всеми остальными, буквально миллионами людей, разрешение конфликта вышло ультраленивым и неуклюжим. Я не знаю, что создатели планировали слепить из старой Чудо-женщины. То ли наивную сказочку, то ли фантазийную комедию, то ли эпичный блокбастер, то ли затянутую серию Леди Баг и Супер Кот. В любом случае, можно сказать наверняка. В конечном итоге вышло очень сумбурное, несуразное месиво. Фильм, конечно, обладает каким-то особым дурашливым шармом, но этого совсем недостаточно для положительной оценки. Я говорю ему свое «Мэйби» только из-за Макса Лорда. Кино попало в крайне неприбыльный ковидный прокатный период и одновременно было выпущено на стриминговой платформе HBO Max. Это была недолгая и довольно спорная практика Уорнеров. И при 200-миллионном бюджете картина собрала в прокате только 169. Череда кассовых неудач продолжалась. Киновселенной нужна была хорошая встряска. И кто знает, может все исправить один человек, недавно перебежавший из лагеря конкурентов. «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». История того, как этот фильм добрался до нас, поистине удивительна. Изначально предполагалось, что к сиквелу «Суицидников» вернется Дэвид Эйр. Но после определенных творческих разногласий с ним попрощались и студии понадобился новый режиссер. В 2018 году на радарах Warner Bros. оказывается товарищ Джеймс Ганн. Ганна на тот момент выпнули из Marvel после скандала в Твиттере. Уорнеры долго раздумывать не стали, подсуетились и взяли талантливого творца к себе на борт. Ганну был дан творческий карт-бланш на практически любую жесть, какую он только захочет. И второй отряд стал полупродолжением, полуперезапуском. Это особо подчеркивается в оригинальном названии, в котором нет ни нумерации, ни подзаголовка. С новым отрядом «Сумоубийц» Warner Bros. действительно полностью развязали Джеймсу Ганну руки. С одной стороны, это здорово видеть в рамках проблемной киновселенной проблески чего-то авторского. Грязные и жесткие шутки, провокационные темы, литры кровищи, взрывающиеся тела и толстенные слои мясоколбасной брутальности. Все это украшает фильм и делает чем-то нечто уникальным. Ганн, в отличие от создателей «Хищных птиц», без стеснения пользуется привилегиями рейтинга R. Ты замечаешь это чуть ли не каждую секунду хронометража. С другой же стороны, опять же, в контексте той же самой киновселенной это воспринимается очень странно и порой может даже вызвать дискомфорт. После череды довольно стерильных и аккуратных фильмов, особенно после второго «Чудо-женщины», дико непривычно видеть такой резкий переход. Тут тела и морды взрываются в бескомпромиссном фонтане из кишков и крови и все это крупным планом. Что уж говорить о массовом зрителе, который намеревался пойти в кино. То есть это все снова портило единообразие франшизы и все дальше уводило ее от нормального размеренного развития. Джеймс Ганн также попытался сделать практически полноценное военное кино с отсылками на американские боевики 70-х и 80-х. На манер Рэмбо или Командос. Перед нами кучка брутальных мужиков, кстати, гораздо более интересных и выразительных, чем в предыдущем отряде. Дебуа по прозвищу Бладспорт в исполнении мощного Идриса Эльбы, Рик Флаг, которого Ган полностью переосмыслил и сделал гораздо более удобоваримым, наш любимый болван-обояшка Миротворец потрясающе сыгранный Джоном Синой и Крысолов 2 в исполнении крошихи Даниэля Мелшор. Все ребята яркие, живые, смешные. По сюжету им нужно отправиться на задание вымышленное южноамериканское государство, где произошел военный переворот. Там отряд Аманды Уоллер должен уничтожить старую нацистскую лабораторию, в которой проходили секретные эксперименты. Разумеется, по ходу пьесы окажется, что не все так просто. Здесь будет раскручиваться мысль о том, что американцы приезжают на другие континенты, навязывают свое видение мира, развешивают свои кровавые флаги под лозунгом демократии, и, разумеется, фильм будет говорить о том, как это плохо и так далее. В этом плане кино можно назвать даже антимилитаристским и антиправительственным, что выглядит как минимум любопытно. Но в то же время это делает кино менее продаваемым. Мы смотрим на чисто авторский супергеройский блокбастер с огромным бюджетом, где режиссер никак не обременен студийными правками. Старина Зак Снайдер о таком мог только мечтать. Это местами странный, местами чересчур вызывающий, чрезмерно дерзкий, но все же качественный и талантливо сделанный боевик, полный своих прекрасных визуальных и сценарных решений. И все это под соусом бесстыдной угарной Джеймс Ганновской похабщиная. Микс просто убойный и это замечать. Новый Сусайд Сквад на три головы выше первого фильма. Единственное, чего здесь не хватает, это каких-то запоминающихся визуальных образов и костюм. Ярких косплеев, как в случае с оригиналом, после этого фильма особо-то и не было. Разве что дурацкий костюм миротворца здесь сильно выделяется. Мне вообще нравится стремление Ганна брать каких-то малоизвестных комикс-фриков и со старанием и любовью по-новому их раскрывать. Просто удивительно, как какие-то отбросы оказываются более душевными и яркими персонажами, чем мастодонты вроде Супермена и Чудо-женщины. Наша команда действительно очень сильно выделяется. И даже не нужно показывать 30 минут экспозиционных флэшбеков, чтобы ты смог к ним проникнуться. Достаточно грамотно раскидать по мере действия по крупицам интересные факты о героях. А главное показывать, а не рассказывать о них. И вуаля, они становятся уже в миллиард раз живее и интереснее, чем картонки у Дэвида Эйра. Миротворец, например, спит в белых труселях и мечтает о демократии. Дебуа боится крыс, крысолов 2 очень любит поспать, а чувак пятно ненавидит свою мать. Все, этих мелочей достаточно. И в целом с такими персонажами получается хорошая сатира на американских военных, которые несут добро с кулаками и пулями, не считаясь потерями. И в принципе от кино прям пахнет потом, пивом и сигаретами. И в данном случае это комплимент. Также не стоит забывать, что в этом фильме просто лучшая Харли Куин. Смешная, боевая, смертоносная и бескомпромисс. Нам наконец-то показали ту самую безбашенную девчулю, которая все время руководствуется своей извращенной логикой и может чудить буквально все, что угодно. И удивительно, как в отличие от хищных птиц она успевает пройти убедительную арку и по-настоящему эмансипироваться. И это при том, что экранного времени у нее здесь на порядок меньше. В третьем акте Джеймс Ганн выдает настоящие мощи, замешав убойный фирменный коктейль из юмора жестокости и сентиментальности. Удивительно, как все не сводится к банальному компьютерному Мочилову, а ведет к искреннему и правдоподобному единению команды. И все это срабатывает благодаря тому, что между героями по мере фильма возникает интересное взаимодействие. Красолов 2, например, общается с Бладспортом на тему детей и отцовства. У нее не так давно умер папа, а у него имеются проблемы с дочерью. На этой почве они устанавливают связь, и это играет свою роль в конце. Ну и представить главного злодея в виде огромной морской звезды это дикая, но довольно крутая идея. Морские звезды вообще очень стрёмные твари, загуглите как-нибудь ради интереса подробности о них. Иган делает из этих и без того жутких существ цветастых фейсхаггеров из чужих. И вроде бы смешно, а вроде бы и крайне крипово. Тысяча крыс, которые нападают на гигантского одноглазого Патрика, Харли Куэйн, который плюхается ему в глаз, рандомный тайковой тети в роли бомжа. Всё это такая шиза, но невероятно красивая и очаровательная шиза. Вкупе с отличными визуальными решениями и великолепной музыкой Джона Мёрфи получается очень крутая и неповторимая вещь. Бестормозной Джеймс Ганн сделал супергеройский полу-артхаус, который далеко не всем придётся по вкусу. С точки зрения творчества это отличное антивоенное высказывание, но с точки зрения коммерции, конечно же, не очень. И всё же этот фильм мне нравится, и я говорю ему авторскую ес. Ленту ждал большой кассовый провал. Менее 170 миллионов долларов сборов при бюджете в 185. Даже показатели на HBO Max были посредственными. Однако, творческая энергия, которую излучал Джеймс Ганн, покорила Warner Bros., а значит, продолжение сотрудничества было не за горами. И, собственно, спустя всего несколько месяцев вышел новый проект под предводительством Ганна. На секундочку, первый телесериал в хронологии киновселенной. И последний. Миротворец Над отдельным сериалом про гнусного ультрапатриота Ганн начал работать ещё летом 2020-го, когда завершилось производство отряда самоубийц. Для HBO Max должно было выйти несколько спин-офф сериалов в рамках киновселенной. И Миротворец был первым в этой линейке проектов. Ну и последний получается. Джеймс Ганн вновь отжёг по полной. Миротворца, невзирая на сериальный формат, в принципе, можно воспринимать как один большущий цельный фильм, в котором есть единая, чёткая линия, аккуратно размазанная на 8 серий. Это был интересный эксперимент. Первый большой бенефис Джона Сины, который, конечно, на момент 22-го года уже давно как снимался в кино, но всё же он не мог похвастаться настолько яркой запоминающейся главной роли. С другой стороны, хоть сам Миротворец из отряда и был интересным персонажем, но казалось, что отдельный сонник про него дело всё-таки лишнее. Но стариноган вновь всех нас переиграл и превзошёл все ожидания. Он горел этим проектом и искренне хотел рассказать историю об очередном супергеройском лузере. Аутсайдере, который ищет своё место в этом бренном мире, по пути обретает друзей и понимает, что на самом деле не такой уж он и говнюк. Это классический сюжет, но при этом щедро приправленный гановской страстью и энтузиазмом. В сериале огромное количество жёсткого юмора, мата, кровища и даже чего-то экстраординарного, как, например, убийство детей. Ё-моё. Многие характерные чернушные вещи здесь возведены в абсолют, в киновселенной безумное сатирическое действие. По сюжету Кристофер Смит благополучно выживает после событий отряда. Он сбегает из больницы и живёт себе не тужи. Но тут его вербует таинственная группировка Аманды Оллер, ведь нужно срочно избавиться от паразитов, похожих на бабочек, которые заражают людей по всему свету. Если в отряде миротворец уже был челиком, скажем так, своеобразным, то здесь он просто идиот в квадрате. Архипридурок, которого ненавидят буквально все. Даже мы поначалу не симпатизируем миротворцу, ведь он, напоминаю, в отряде самоубийц был то ещё скотиной, хоть и смешной скотиной. Он замочил Рика Флага, который в сиквеле стал гораздо более приятным персонажем. И каждый шеймит мужика за то, что он в процессе спасения мира творит ужасные вещи, даже убивает невинных. Его моральный компас сбит, он живёт в захудалом трейлере, старые травмы его гложет, отец его ненавидит настолько, что только завидев его сразу же буквально говорит «Я тебя ненавижу». В общем, дно донное. И, собственно, отправляется наш болван в сольное приключение, которое во многом схоже с тем, что мы видели в «Суицидниках». Даже животная тематика с этими зомби-бабочками на месте. Позже сериал разыграется в этакое подобие секретного вторжения, в котором мы не понимаем, кто есть нормальный человек, а кто пришелец. И мы пытаемся раскрыть тайну, что этим гадёнышам вообще надо. За это время миротворец проходит тернистый и морально сложный путь личностного роста. Если раньше Писмейкер громогласно заявлял, что ради сохранения мира он без зазрения совести готов покатить всех стариков женщин и детей, то теперь, когда ему буквально нужно убить женщин и детей в виде зомби, для него это становится настоящим камнем преткновения. Это интереснейший конфликт, и таких в сериале довольно много. Также за то время, пока миротворец знакомится и постепенно корешится с разными ребятами из отряда, у нас появляется возможность посопереживать практически каждому из них. Здоровской вышла линия с отцом Кристофера в исполнении великолепного Т-1000 Роберта Патрика? И Джеймс Ганн очень любит поднимать тему отцов и ставить во главе угла вопрос о том, нужно ли их любить и прощать, если они долгое время причиняли тебе боль? Здесь эта тема получает неординарное развитие. Миротворец, не выдержав нападок, убивает своего отца, а в конце перед ним возникает финальная проблема, которая заставляет его задуматься, а может стоит сделать мир чуточку лучше? Именно это и заявляют главные антагонисты, то бишь бабочки. И вот в глубине пещеры письмейкер должен понять, нужен ли он этому миру или нет, стоит ли ему перевоспитаться, виноват ли он в смерти своего старшего брата и так далее. Это просто удивительно, как Джон Сина может смешить, просто сделав тупое выражение лица, и при этом он способен еще вызвать сочувствие и даже пробить на слезу. Линия каждого персонажа из отряда Икс лаконично доведена до своего логического завершения, причем иногда это зашифровано в навязчивые повторяющиеся шутки, которые ближе к финалу раскрываются в новом исполнении. Например, начиная с первой серии, миротворец дебет одного из членов команды Джона за то, что он красит бороду в два цвета и так из серии в серию. И в финале, когда Джон сталкивается с вражескими агентами, ему нужно прикинуться бабочкой, зомби, хранившим сознание предыдущего носителя. А следовательно, ему нужно признаться вслух, что он подкрашивает бороду, потому что он несчастный, а одинокий девственник, который хочет казаться круче. И благодаря таким мелочам раскрывается каждый из членов отряда Икс. И вот что бывает, когда за дело берется Джеймс Ганн, дамы и господа. По итогу, все это он собирает в явно недорогое, но очень веселое и самосбродное действие. Правда, местами режиссер, возможно, слишком сильно упивает со своей вседозволенностью. Шутки порой могут быть настолько затянутыми, что тебе же лицо кривить начинает. Вот, например, момент из второй серии. Приходит друг миротворца, которого мы видим впервые. Они застают друг друга через окно, миротворец поначалу лежит, рыдает, видит своего друга, прикрывает лицо, типа, нахрена ты пришел? И из этой перепалки разыгрывается буквально полторы минуты совершенно рандомного, статичного и не очень смешного разгона. Знаю я такие приколы. Посмотрю, а у тебя там колм стоит, и ты мне на лицо напускаешь. Нетушки? Что? Ну, я че, даже не знаю. И вот такими затянутыми, тормозящими действия пошутейками упихан просто весь сериал. С другой стороны, это заставляет остановиться и попытаться проникнуться к любому из персонажей сериал. В целом, из миротворца получилось очень яркое, задорное и музыкальное шоу. Заставка, кстати, идеально передает суть сериала. Это умилительная вещь, в которой основной каст вышел и сбацал клевый танцевальный номер в стиле 80-х. Гениально и просто. На мой взгляд, это вообще одно из лучших интро за всю историю. Проказник Ганн не упускает возможности и ткнуть палкой в DC, знатно простебав Лигу Справедливости и каждого участника по отдельности. В конце на камео забегают даже Аквамен и Флэш. И это получается, что на тот момент Лига Справедливости вполне себе живет и функционирует. Ну, хоть что-то мы узнаем о состоянии команды в настоящее время. Единственное, жаль, что Галь Гадот и Генри Кавилла выцепить так и не получилось. Ну и на том спасибо. На удивление, проекты Ганна, в принципе, лучшее, что случалось в киновселенной. Рейтинги критиков и зрителей это также подтверждают, причем как и у нас, так и на Западе. И забавно, что эти проекты по сути стоят особняком. Видно, как Ганн с высокой колокольни срет на классическую лигу и кайфует, уходя в какую-то свою степь с героями, которые ему нравятся. Я думаю, это безумие заслуживает свою ЕС. После перезагрузки киновселенной Миротворец продолжит выходить. Второй сезон уже вовсю снимают. Это хоть и понятный, но очень странный мув со стороны Ганна. Подробнее все это дело обсудим позже. А сейчас хочется лишь искренне порадоваться из-за этого накачанного остолопа а-ля Джонни Браво. В отличие от многих героев DC, его ждет светлое и безмятежное будущее. Наверное. И на этой мажорной миротворческой ноте стоит подойти к очередному промежуточному концу. Для Warner Brothers время выдалось не сладкое. Хоть у них и были свои триумфы, но им так и не удалось найти рабочую формулу, как совместить творческий успех с коммерческим. Студия не понимала, в каком направлении развивать франшизу. Это было похоже на блуждание в темноте. Берясь за разные идеи, они лишали вселенную единобразия. Фильм и штормило от одного авторского видения к другому авторскому видению. Киновселенная страдала от кризиса идентичности, и для Warner'ов это была явно серьезная проблема. С другой стороны, ощущался свет в конце тоннеля. Ведь вроде бы стали появляться по-настоящему интересные авторские проекты. На горизонте маячит Дуэйн Скала Джонсон с желанием изменить иерархию. Вроде бы есть надежда на светлое будущее, но... Но все это меркнет по сравнению с тем, что ждало их дальше. Всего за два года состояние киновселенной ухудшилось настолько, что спасти ее оказалось просто невозможным. В следующей, заключительной части мы узнаем, кто захотел поменять правила игры и совершить революцию в индустрии, какие планы оказались перечеркнуты и как злополучная киновселенная DC встретила свой конец. Продолжение следует. Огромное спасибо за внимание. Обязательно пишите, насколько вы ждете третью часть. Всего каких-то 50 тысяч лайков и она будет на базе. Подписывайтесь на канал, телеграм, вступайте в наше сообщество в ВК, смотрите, Чак рекомендует и всем пока. Спасибо. Спасибо за эти удары. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!